Убежали от непогоды. В последний теплый день сентября в парке 905 года прошел традиционный спортивный праздник Кросснации. В областном центре участие в нем по подсчетам организаторов приняли больше 2000 человек. Наш город присоединился к забегу всех городов страны. Традиционно старт объединяет больше миллиона бегунов. Для участия в мероприятии отсутствуют какие-либо возрастные ограничения по здоровью. Необходимо, чтобы просто была справка терапевта, что в целом человек, участник, потенциальный участник здоров. Как правило, в этом мероприятии принимают участие не только спортсмены, но и любители. Все, кого так или иначе трогает за душу бег, все, кому интересен бег. Очень большой объем участников у нас из представляющих школы, представляющие средне-специальные заведения. И, конечно же, средняя категория, в том числе и люди пожилого возраста, тоже в этом мероприятии принимают самое активное участие. Для участников подготовлено несколько дистанций на 1, 2 и 3 километра. Самые маленькие участники могли, пробежав положенное расстояние и уложившись в норматив, получить значок ГТО. Я тренировалась, я пробежала километр, первое место за золотой знак. Мне нравится бегать, я бегаю с пяти лет. Было сложно, километра это много? Я попробовала, для меня легко. В этом году самым юным участником стал пятилетний мальчик, а самым взрослым – мужчина 79 лет. Наиболее массовыми стали забеги среди учащихся школ областного центра. Есть среди бегунов и те, кто старается участвовать каждый год. Участвую во всех соревнованиях, которые проводятся в городе Иваново. Областные соревнования, городские, областные. Иногда выигрываю что-то. В Краснации ежегодно участвую. С утра было достаточно прохладно, сейчас вышел солнышко, тепло, хорошо. Много детей, хорошая атмосфера. Пробегу три километра с удовольствием. В России Краснации существуют с 2004 года. Первый этап соревнований проводится в регионах в третье воскресенье сентября. Его победители и призеры получают право на участие в финальной стадии Краснации Гран-при, проходящего в Москве через неделю после завершения первого этапа. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.